В последнее время популярна становится микрокулинария. Есть такой термин появился, сам недавно о нём только узнал, как микро-микрокулинария. То есть это вроде бы те же самые продукты, обыкновенные, но очень-очень маленькие такие, микро. Поэтому я решил тоже присоединиться к этой волне и сделать котлету по-киевски, но в микро-микро-варианте. Поэтому я не нашёл микрокурицы. Почему-то все курицы, которые я видел, они все большие. А цыплёнка жалко. Цыплёнка, ну зачем цыплёнка? Но я вышел из положения и взял перепёлку. Вот наша перепёлка. Перепёлка эта домашняя. Я её вырастил сам, причём из яйца в инкубаторе. Правда магазинное яйцо было куплено из холодильника. Представляете, вот обычные перепелиные яйца, которые продаются в обычном супермаркете. Вот я купил прямо из холодильника, замороженное оно было. Положил в инкубатор. И через 17 дней были маленькие красивые цыплята. И потом вот эти цыплята растут и превращаются у нас вот в таких перепелочек. Спросите, не жалко? Да, конечно жалко. Но куда деваться, кушать-то хочется. Поэтому тут уж никуда не денешься. Раз выращиваешь, то приходится, конечно, и рубить, и общипывать, ну и естественно готовить. Но оно того стоит, потому что ну всё-таки вкусно. И вот у нас мы имеем вот такую перепелочку. И вот с неё мы будем делать вот эту котлету. Но не по-киевски, это было бы неправильно. Как бы её назвать? Раз Киев. Может быть, я не знаю, кто-то готовил такую котлету из перепелки или нет. Но если я буду первой, то я назову её в честь своего родного города. Пусть это будет котлета по-феодосийски. Вот так. И всем будет понятно. Котлета по-феодосийски это микро котлета из перепелки. И так делаем точно так же, как и с обычной. Только здесь уже всё делается намного проще, потому что перепелочки, косточки маленькие, тоненькие, хрупкие. И очень хорошо с ней работать. Очень, очень просто. Обрезаем суставчик. Он нам не нужен. Надо найти. Вот так. Кстати, из перепелки очень вкусный суп. Рекомендую. Если у вас будет возможность купить или где-то там достать перепелочку, обязательно сварите супчик. Супчик очень вкусный. Так, вот наша перепелка. И мы точно так же добываем с неё филейную часть. Не знаю, стараюсь, чтобы вам было видно. Начнём всё-таки, наверное, отсюда. Мяска у неё мало. Поэтому тут надо быть особенно аккуратным. И всё делать медленно и аккуратно. Так как я небольшой спец в кулинарии, можно даже сказать, что я больше чайник в этом деле. Поэтому у меня, конечно же, будут тут ошибки. Ну, я надеюсь, вы меня сильно ругать не будете. Подравниваем. Вот у нас получилась вот такая филюшка с косточкой. Перепелка была жирная. Жирок мы тоже уберём. Он нам не нужен. И с другой стороны, вот со второй делаем то же самое. Жирок срежем. Он у нас тоже не нужен. Он пойдёт в супчик. Вот. Да, я тебе уже положил косточку. Любитель перепелок пришёл. Он любит спать на инкубаторе, когда там высиживаются яйца. Он их тоже высиживает. Кстати, на одном из видео есть, как он высиживает у нас яички. Он любит это дело. Вот такая у нас микрофилейка. И теперь мы её должны, начиная с толстого кончика, разрезать пополам. Да, конечно, конечно. Ну, я так и сказал. Начиная с толстого конца, да, разрезаем пополам. Всё верно. Возьму вот этот нож. Мясо у нас нежное. Аккуратно, аккуратно пополам. Стараюсь не сделать брак. Пока вроде получается. Больше скальпель подошёл бы. У меня скальпель есть, но я не буду им за него браться, потому что я хочу научиться работать ножом. Ну, пока, в общем-то, у меня это получается. О! Вот так мы её раскрыли. Надо было сначала зачистить мясо. Я мясо не зачистил. Давайте сейчас это сделаю. Вот. Немножко я отвлёкся на камеру со своими разговорами. Я упустил важный момент, что косточку-то надо очистить от мяса. Чтобы она у нас была красивенькая. Вот такая вот чистенькая. О! И вот это рекомендуют обрезать, но знаете, друзья мои, я не буду обрезать здесь кончик. Почему? Потому что косточка очень тонкая. И она крушится. Если я сейчас начну обрезать так же, как куриная, она раскрушится. Поэтому я её оставлю вот в таком виде. Как она есть. Так. Вот одну мы вскрыли. и теперь давайте вторую. Мне даже, по-моему, удобнее её разрезать, чем куриную. И теперь берём пищевую плёночку. Накрываем. Берём такой импровизированный молоток. Главное, чтобы была ровная поверхность. И отбиваем. Бьём строго сверху вниз. Чтобы у нас молоточек не соскакивал. Иначе мясо сразу разорвётся. Итак, продолжаем делать наши микрокотлеты на нашей микрокухне. Берём наши микрофиле. И берём, отрежем микрокусочек замороженного замороженного масла, которое у нас уже почти стало мягеньким. Пока я тут возился. его в зелень. Вот так. Зелень. И нам нужно умудриться его там завернуть. Для этого используем отбитую ещё маленькую филе. панировочные Потому что оно у нас микро. И я боюсь, что так будет лучше. Обваливаем в муке. Теперь в яйцо. Обязательно хорошо в яйцо. И в панировочные сухари. вот так. Теперь опять в яйцо. И опять сухари. Вот так можно сделать даже три раза. в яйцо. вот у нас такая маленькая котлетка получилась. Микро котлетка. А вот теперь самое интересное мы жарим наши микро микро котлеты. Вот они. Так как они маленькие я думаю две минуты будет много. поэтому я поставлю где-то на минутку. Минутка полторы. Сейчас посмотрим по цвету. яйцо Потому что перепелка жарится быстро. Ну как и курица. Мясо у нее нежное. И главное ее не пересушить, не пережарить, иначе она будет жесткой. Вот полторы минуты я всего подержал. И теперь на другую сторону будет достаточно. Тоже на полторы минуты. Итак вот что у нас получилось. Котлеты по-киевски и микро котлеты перепелиные а-ля киевские а-ля феодосийские. Теперь если их разрежет оттуда вытечет масло сливочное у нас зеленью соком будет очень вкусно ароматное вот советую приятного аппетита всем пока подписывайтесь на наш канал будет очень много интересного пока пока